Не пихайте моего оператора. Пусть уберёт камень. Господи, зачем вы ругаетесь-то, я не понимаю. Хамка, хамка последует. Зачем обзываются? В общем, программа у нас сегодня горячая. Программа проверена Верой Захарчук, останетесь с нами. Ежедневно, совершая покупки, практически каждый из нас сталкивался с обманом. Такое явление не удивляет и имеет место во многих торговых точках. А покупатель в итоге платит дважды. Сначала за некачественный товар, а потом за попытку вернуть деньги. Условно назовём нашего героя сегодня Иван, предположим. Потому что люди, работающие в ассоциации, борются с некачественным товаром, с фальсификатом различным, правильно? Поэтому не хотят, чтобы показывать своё лицо. По данным ассоциации производителей и потребителей автохимии, на казахстанском рынке половина стеклоомывающей жидкости – не замерзаяк. Фальсификат, который может нанести вред не только машине, но и здоровью самого водителя. Чтобы обезопасить потребителей, эксперты проводят постоянные рейды. Мы мониторим рынок на продукцию, которая не соответствует техническому регламенту, у которой неправильно указан уровень кристаллизации температуры. То есть указывается на бутылке температура, допустим, минус 35, так как должно быть по стандарту, а фактически она замерзает при минус 3. Вдоль трассы или на таких открытых рынках такого некачественного – добровалом. Вот, пожалуйста, стоит на витрине. Правда, увидев камеру, продавец сказал, что всё это дело не продаётся. В смысле не продаётся? Почему не продаётся? Ну, вы предоставляете потребителям свои услуги. Почему не продаётся? Он у вас на витрине стоит. Он не продаётся. Вот сейчас мы начали, буквально вышли, в бутиках там увидели, что мы заходим, и просто следующие бутики закрылись, чтобы, как говорится, лишних вопросов здесь им не задавали. А вопросов к продавцам, которые не успели закрыться, у нас было много. Когда написано «минус 30», а вы говорите сразу, «Не, ребят, тут минус 15» как-то, да? Да, я когда продаю, я сразу предупреждаю. Они спрашивают, почему здесь написано «минус 30»? Я говорю, произвожу не я, они пишут. Допустим, они привезли, мне сказали, она минус 20 выдерживает. Я говорю «минус 15». Следующее нарушение – это добавление метилового спирта. Метиловый спирт – это горючее вещество и ядовитое, очень токсичное вещество, которое в том числе может приводить к возникновению пожаров на автотранспорте. Были факты выявлены, когда производители использовали вместо традиционного сырья техническую соль – это то, чем посыпают дороги. Ну, представляете, что это будет с двигателя. Не замерзающая жидкость на основе метилового спирта опасна и для здоровья человека. Отравление им происходит при приеме вовнутрь, в дыхании паров и при проникновении через кожу. 5-10 мл метанола приводят к тяжелому отравлению. Можно и ослепнуть, а 30 мл и более – к смерти. В большинстве случаев, что у нас в десятки раз продукция превышает содержание метанола. Многие продавцы, так скажем, производители не могут предоставить потребителю каких-то документов. Отсутствует паспорт качества, отсутствует паспорт безопасности. Вот и у нашего продавца «Эсета» никаких документов не оказалось. Он несколько раз кому-то звонил, просил отправить их электронно, получил даже по WhatsApp. Ну, какой-то сомнительный сертификат. Но в итоге горе-продавец признался, что даже чеки нам выдать не может. На данный момент чек я не могу дать, кассового аппарата здесь нет. У нас как бы уже 4 дня света нет. Исет, вы просто… Свет горит, это у меня просто… Вот я, допустим, временно взял генератор. Исет, вы прямо классика жанра, вот правда. У вас отмазки прям классические все. Я думаю, что тут к вашему брату любому подойди такая же история. Так и оказалось. Ни у кого нет документов, ни чеков, а значит, скорее всего, и налогов в бюджет. Можете паспорт показать качество? Паспорта нету. У поставщиков запрашиваете. В смысле? Ну, вот я потребитель, я паспорт хочу посмотреть качество. У меня нету сертификата качества. Чек даете, если купите? Света нету, чека не даем. Другие продавцы, только завидев камеру, кричали о своих правах, и что мы их не имеем права снимать, и вообще что-либо у них покупать. А у вас тоже, да, нету документов, ребят? Давайте в другое место подойдите. А в какое другое место? Любое другое. Я подошла, как потребитель у вас спросить. Куда отойдите-то? Приходите, все. Я сейчас позвоню, вы работаете. Куда позвоните? В инстанции. А у тебя человек тоже здесь работает? Что-то у вас соседка агрессивная. Я прогуливаюсь. Вы не продаете, да, сразу резко тоже? Ну, я прогуливаюсь, гуляю. Все понятно. Если документы нужны, можете обратиться в соответствующие органы. Возмущенные таким пристальным к себе вниманием, уличные продавцы заявили, что не лучше вообще-то качество товаров и на лицензированных заправках, и к тому же в крупных магазинах. Мол, идите туда, проверяйте. А вы ходите по базарам, например, трогать. Мы ходим и по базарам. То есть, а большие организации, нет? В основном у них все это продают. Подтверждают это, кстати, эксперты. У нас есть прецеденты, когда мы проверяли заправки, да, были выявлены нарушения. Через сотрудников полиции был составлен материал, то есть привлекли к административной ответственности, и данную продукцию убрали полностью с заправок. Справедливости ради мы решили зайти и в торговые центры. На эту партию должен быть сертификат, понимаете? А его нет, да? Нет его. А его нет. Ну вот видите, как оказалось, как нам сейчас и на рынке продавцы возмущаются, что, дескать, мы только их космарим. Мы зашли вот в большой магазин. Здесь тоже выясняется, что документы не все в порядке. Одно хорошо, что здесь на кассе пробьют чек на такой товар без документов. И в случае чего потребитель сможет вернуть свои деньги и защитить свои права. Зачастую сам продавец даже и не знает, что это некачественный товар. Он может быть и не фальсификатом. При проведении испытаний устанавливается, что, например, содержание метанола может быть превышено. Ну вы займитесь именно глобальным таможней, чтобы не заезжал этот некачественный товар. Таможенная декларация, это уже подразумевает то, что паспорт качества и паспорт безопасности, она прошла. То есть там изначально пропускают вот эти фуры некачественного товара? Ну почему виноват продавец? Вы вините уже того, кто продает по факту, а вы вините заводы. Мы можем дебаты эти вести с вами до бесконечности. Давайте я вот так пример приведу. Если я распасую наркотики, привезу вам, вы их продадите и скажете, я такой же потребитель, что ли? Виноват тот, кто производит, тот, кто привез и тот, кто продал. Продавцов никто с них обязанности не снимал. Они, согласно закону о техническом регулировании, обязаны обеспечить безопасность продукции. Мы уже в рамках прохода продукции на нашу территорию, уже там вылавливали опасную продукцию и не впускали в Казахстан. Но у нас, как бы, все знают, что у нас единая таможня, единые границы в рамках ЕЭК и ЕЭС. Так что из этого продукция, которая идет с Российской Федерации, из улики Казахстан, она не подвергается таможенному контролю. Мораторий на проверке МСБ тоже сказывается на проблеме. И речь идет не только об автохимии, но и других товарах и продуктах. Сидит этот на базаре товарищ и обманывает, допустим, людей, люди жалуются, говорят, а он микробизнес, мы его мораторий, мы его не можем проверить, наказать. Это же нонсенс. Значит, государственные органы неправильно трактуют, собственно говоря, этот мораторий. С прошлого года в техническом регулировании решили навести порядок и внесли в закон изменения. У нас появились такие инструменты, как отбор образцов продукции на ее испытания требования безопасности. В наше введение входит компетенция по рассмотрению административных дел, именно по определенной норме статьи КОАП, в связи с чем мы можем сами налагать административные штрафы. Таких предпринимателей штрафуют на немалые суммы. От 260 тысяч тенге до 1 750 тысяч. С начала года в Казахстане взыскали уже 68 миллионов тенге. Мы вот показали сегодня людей, они все, по сути, нарушают закон, но доказать мы это, естественно, не можем. Но это не является основанием, что их можно привлекать, правильно? Нет, если вы дадите нам информацию, мы будем проводить профилактический контроль. Большое ножство это то, что проведение профилактического контроля без административной нагрузки на продавцов. Изготовители, чтобы они в рамках своих технологий поменяли, привели соответствие и дальше. Превентивные меры такие. Мы все-таки надеемся на добросовестность предпринимателей. Каждый должен осознать и работать по закону, по сути, а не кошмарить бизнес. А что делать? Понять и простить? Законодательство не понимает, не прощает. Административные меры в виде штрафа. В общем, не смогла я сегодня на базаре найти хорошую незамерзайку для своей машины. Но поняла одно, что невысокая цена – это, пожалуй, единственный признак того, как отличить качественную жидкость от подделки, не вскрывая канистру. Я вам говорю, что если бы не было спроса изначального, конечного потребителя этого самого, то и не было бы вот этого товара. Вот и все. Доля правды в этих словах есть, но речь не только о цене товара. Порой мы, потребители, просто не знаем своих прав, а в случае чего не можем их защитить. Паспорт, качество вы когда-нибудь просите? Нет. А знаете, что он должен быть? Не знаю. Никогда не приходило в голову пойти защитить свои права? Да, если честно, на это время и нервов, как-то неохота тратить. Вот именно поэтому, наверное, никогда у нас не будет порядка на рынке. И какие бы законы ни придумывай, сами потребители, сами мы должны быть ответственны, и тогда будет порядок. Не позволяйте себя обманывать, покупая любой товар. Всегда читайте этикетки, обращайте внимание на маркировку товара. И если возникнут сомнения, то обязательно требуйте паспорта безопасности и качества на продукцию. Ну и, конечно, не забывайте о чеках. И не просто фискальных с указанной суммой, а нормальных, где должно быть прописано наименование товара, его количество и цена. Ведь только при его наличии удастся доказать факт покупки и защитить свои права.